Уважаемые друзья, уважаемые зрители, сегодня с нами Елена Кравец, телеведущая, телевизионная звезда, участница высшей лиги КВН, известная казахстанцам по игре КВН команды 95 квартал. Елена, слышно, да? Как со звуком, слышно? Да, да. Видите меня, да? Да. Давайте еще раз тогда. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, сегодня у нас на канале Ельтрега гость, телезвезда, телеведущая известная, участник высшей лиги КВН, известная казахстанцам по игре за КВН команду 95 квартал, звезда телесериала «Слуга народа», она снималась в одной из главных ролей в этом сериале, любимица всех казахстанцев, казахов Елена Кравец. У нас вот по той ситуации в Украине, тому, что сейчас происходит, очень разная информация, разноплановая, противоречивая, поскольку Казахстан все-таки находится в очень большом таком информационном влиянии со стороны Российской Федерации, конечно же, информация приходит к нам противоречивая. По некоторой информации, которая приходит к нам из Украины, из западных источников, мы видим, что войска Украины, украинская армия, да и весь народ Украины очень мужественно и героически борются против агрессии Российской Федерации. Что-то прервалось, по-моему. Еще один интервью, сейчас запишем. Украинская армия, да, да. Елена, со связью, да? Ну, понятно, у вас там идет война, поэтому с интернетом, конечно, могут быть сбои. Я приношу прощение, что приходится столько времени у вас отнимать, но это тоже очень важно. Очень важно для всех казахстанцев найти правдивую информацию, потому что все-таки мы находимся под очень большим влиянием со стороны средств массовой информации России, и очень важно, чтобы казахстанцы из первых уст, тем более из уст народной любимицы, того, кого казахстанцы очень любят и уважают, из ваших уст услышали вот всю правду о том, что сейчас происходит в Украине. Дорогие друзья, на нашем канале Ельтрега, любимица казахского народа, любимица казахстанцев, телеведущая, телезвезда, одна из главных героинь телесериала «Слуга народа», участница высшей лиги КВН, участница команды «95-й квартал». Все казахстанцы любят, уважают и очень всегда ждут на экранах Елена Кравец. Елена, добрый день. Здравствуйте. Мы, как я уже говорил, в Казахстане наблюдаем за тем, что происходит в Украине. Конечно, мы все были очень шокированы вот этой ситуацией. Никто не ожидал, никто абсолютно не ожидал и не думал. Лично я думал, что это всего лишь какая-то игра, игра мускулами, бряться не оружием и просто может быть желание напугать украинские власти. Но все оказалось гораздо печальнее. И все-таки человек, который возглавляет на сегодняшней Российскую Федерацию, такое чувство, что он просто сошел с ума. Он абсолютно оторвался от реалий и совершил, наверное, самую большую ошибку в своей жизни и самую большую ошибку для Российской Федерации, просто напав на миролюбивое государство, братское, наверное, государство, и страну, многострадальный украинский народ, и начал просто бомбить мирные города. Я думаю, что это очень большая ошибка, которая может привести, в первую очередь, к очень печальным последствиям для самой Российской Федерации и для властей России. Елена, мы наблюдаем, мы видим, мы видим, как героически сражается народ Украины, как братья украинцы оказывают очень серьезный отпор Российской Федерации. Владимир Путин говорил о том, что в первый же день вот этой агрессии он говорил, что там к утру они возьмут Киев, что они там, как они это называют, проведут деноцификацию Российской Федерации до Украины. И мы сейчас видим, что уже неделю практически у них ничего не получается. Украинский народ героически сражается, дает отпор. И практически мы видим, что Россия не может добиться тех целей, которые она перед собой поставила, и практически у нее ничего не получается на территории Украины. Конечно же, в первую очередь мы понимаем, что украинский народ сражается за свою землю, за свою страну, за свои семьи. И поэтому, конечно же, наверное, каждый украинец сейчас бьется за десятерых. И россияне, которые там приехали, солдаты российские, которые приехали на территорию Украины, они в первую очередь, наверное, не понимают, за что они вообще боюют. За золотые унитазы Владимира Путина? Или там за крутые машины Рамзана Кадырова? То есть непонятно. Но нам бы хотелось услышать, Елена, что происходит сейчас в Украине? У нас очень разная информация противоречивая, и иногда казахстанцы не совсем понимают, что, например, сегодня происходит там. Ну, ребят, сегодня тут война, самая настоящая, полномасштабная война, которой тоже никто не ждал. И началось все еще в прошлом году. Начали стягивать войска к нашим границам. Но тогда мы тоже думали, что это какой-то тактический ход. Но когда в начале февраля количество этих войск постоянно увеличивалось, а Белоруссия с Россией начали проводить учения, ну, как бы не очень спокойно живется, когда у порога твоего дома стоят чуваки с оружием, понимаете, да? И это, ну, держало нас в напряжении очень долго. Но мы тоже до последнего надеялись, что, ну, все закончится дипломатически, то есть как-то договоримся. Но 24 февраля в 5 утра, так же, как в 41-м году, мы услышали взрывы, нас всех подбросило. Вот, и стреляли по Борисполю, бомбили Борисполь, бомбили другие аэропорты в других городах. В общем, ну, началась настоящая бомбежка, и люди в панике, конечно, ну, начали и покидать дома, и искать бомбоубежище. Ну, в общем, мы в войне. Ну, и это, я надеюсь, что это покажет вообще всему миру, что в 21 веке, ну, это, кажется, может казаться невозможным, но это происходит. Это очень сильно скрепило нашу страну, и такого сопротивления, конечно же, не ожидал никто. И то, какие, ну, просто подвиги, чудеса, профессионализма показывают сегодня военнослужащие Украины, защищая землю, то это просто героизм. Вам говорят, что бьют только по военным объектам. Это неправда. У нас погибают люди мирные, у нас погибают дети. На сегодняшнее число 16 детей погибло. Эти дети не работают на военных объектах. Они ничем не угрожают России, ничем. У нас роддома перешли в бомбоубежище. У нас дети рождаются просто в подвалах сегодня, потому что такая ситуация. Но, поверьте, этот народ, ну, просто так не возьмешь. Мы захолены двумя революциями. Мы очень свободолюбивы. И кто, вот, правда, к нам нельзя с мечом. Можете к нам с добром. Но если к нам с мечом, ребята, не стоит. Ну, не стоит, потому что обернется все плохо же для вас. Здесь воюет не армия. Здесь воюет весь народ. Каждая женщина, подросток, хакер. У нас есть своя IT-армия. Быстро она была сколочена за последние дни. Здесь воюют все. Ну, просто все. Здесь нет украфашистов. Здесь нет националистов. Я сейчас с вами разговариваю на русском языке. И так можно делать было везде. Просто сегодня украинцы хотят переходить на украинский язык в знак, ну, скажем так, в знак сопротивления, в знак протеста. Потому что мы нормально относились, вообще относились ко всем своим гражданам и гражданам любых других стран. Мы никому не угрожали. Мы никуда не стягивали оружие. Все, что вам рассказывают о том, что у нас здесь какие-то карательные операции, что у нас здесь какая-то здесь, я не знаю, внутренняя война, внутренний конфликт. Это неправда. Со всеми своими внутренними конфликтами мы разбираемся сами. Нам никто не нужен, как в семье. Вот поэтому я призываю народ Казахстана сделать все возможное, чтобы не становиться на сторону зла. Не берите грех на душу, ребята. У нас с вами большое будущее. Если вы сегодня не придете... Весь казахстанский народ поддерживает Украину, братскую Украину, наших братьев украинцев. Мы очень похожий народ. И вы, и мы, мы очень вольные люди. Мы свободолюбивые люди. Мы никогда не дадим кому-то проявить такой акт агрессии против нас. Казахи всегда были свободолюбивым народом. Мы очень гордимся вами, гордимся вот тем сопротивлением, которое вы оказываете путинской России, тому, как вот вы сейчас являетесь для нас таким примером, потому что мы понимаем, что и в отношении Казахстана может быть сделано то же самое. Потому что часто видим, как российские высокого уровня чиновники, депутаты заявляют о том, что якобы наши северные области, северные регионы якобы были подарены России нам. Они предъявляют какие-то территориальные претензии. При этом это не просто говорят какие-то люди на улице или там, я не знаю, там блогеры, а это говорят высокие чины в Российской Федерации. Поэтому мы прекрасно понимаем, что завтра после Украины нас тоже может ожидать такой акт агрессии. И, конечно же, вот то, что сейчас наши братья, украинцы, так яростно сопротивляются, и уже вот неделю Россия не может добиться какого-то успеха в военном плане в Украине, это придает, конечно же, большой дух всем казахстанцам. Мы вас абсолютно поддерживаем. Мы однозначно заявили нашим властям и нашему президенту о том, что мы не допустим, чтобы казахстанские власти каким-то образом поддержали Российскую Федерацию. Не дай бог там со стороны Казахстана солдаты пойдут на стороне России в Украину. Просто весь народ поднимется здесь. Весь народ поднимется, и тогда просто скинут власти, и сюда придут уже другие люди. И, конечно же, наш президент, он отказал Российской Федерации, вы знаете из средств массовой информации. Казахстан отказался признавать ЛНР и ДНР, и Казахстан отказался отправлять войска на территорию Украины. К нам практически в первый же день сюда прилетал премьер-министр Российской Федерации Мишустин. Понятно, зачем. Это, по сути, в первый же день войны, да. Но наши власти, конечно же, в этом плане не поддержали Российскую Федерацию. Я думаю, это абсолютно правильно. Сейчас казахи создают фонды, куда скидывают и собирают денежные средства, финансы. Извините, пожалуйста, мне кажется, мне нужно идти, но у меня есть ощущение, что у нас там или сирена, или воздушная тревога. Хорошо, Елена, мы тогда свяжемся с вами еще. Да, ложная тревога, потому что сейчас у каждого... Да, мы продолжим, потому что это ложная тревога сейчас у каждого. Да, я понимаю вас. Я понимаю вас. Очень слух, поэтому любая какая-то угроза, ну, надо сразу бежать в бомбоубежище. Да. Я еще раз хочу сказать, что казахстанцы полностью поддерживают украинский народ. У нас сейчас здесь создаются фонды, казахи собирают там финансовые средства, передают их посольству Украины в Казахстане для того, чтобы поддержать. Вот есть связь с послом Украины, он говорил о том, что необходимы лекарственные средства, необходима поддержка сейчас народу Украины. И здесь у нас и предприниматели, и простые люди все собирают в эти фонды деньги. Я думаю, что мы... Спасибо, да. И своими мыслями, и молитвами на стороне братского украинского народа мы понимаем, как это сейчас все непросто. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время Украина одержит победу в этой войне, что все-таки мир установится над украинским небом. И завтра мы просто уже будем ездить друг к другу в гости, и под мирным небом просто будем с вами пить кофе и вспоминать это все, как, наверное, такой страшный сон. Елена, я вот хотел спросить вас. Вы находитесь сейчас в Киеве или в каком городе? Нет, я не в Киеве. Муж... У меня трое детей, муж отвез нас в место безопасное и вернулся в Киев. А сейчас, насколько я знаю, по-моему, возле Киева уже идут бои, да? Да, под Киевом идут бои уже шестой день. Но больше всего, конечно, у нас страдает Харьков, Мариуполь, Сумы, Херсон, остров Змеиный возле Одессы. Ну и Киев, конечно. То есть в Киеве сосредоточена вся орда, вот, и это, конечно, ну, люди, которые вот на окраинах, на подступах к Киеву, они буквально, ну, они выдерживают какой-то ад. И сегодня, вы знаете, по Харькову была бомбардировка, и она и сейчас идет, то есть ударили по площади свободы. Вот мы в социальных сетях видели видео, в котором прямо там установками град вот стреляют по жилым домам, просто вот не по военным объектам. Это правда? Военных инфраструктур уже нет. Нет, обстреливаются просто жилые кварталы, очень много пленных со стороны противника, очень много. С ними со всеми по-человечески обращаются, их просят звонить домой и сообщать своим матерям, где они находятся, потому что очень многие думают, что они на учениях, что они просто защищают свой народ, на который никто не нападал, на Россию никто не нападал. Мы не нападали на Россию, мы не угрожали, мы просто, ну, мы ничего не делали. Это специальная операция освободительная, она здесь никого не освобождает, здесь умирают люди. Вот, и поэтому это очень важно, но это очень важно сегодня понять, что как бы это ни казалось невозможно в 21 веке, это происходит. Это две страны, два соседних государства с какой-то, ну, богатейшей историей, да, но они сегодня просто, ну, я не знаю, я думаю, что это на поколение, это враждан и поколение. Просто я призываю вас не присоединяться к этому движению. Оно тупиковое, потому что у нас сегодня не 2014 год. У нас в 2014 году был политический, как вы знаете, ну, у нас был Майдан, и наш президент Янукович бежал, у нас была абсолютная неразбериха во власти и под шумок. Те же российские власти, они решили забрать у нас часть территории, так же, как у вас сегодня вам говорят, что что-то там подарили. Так же, да, и вот такие исторические типа недоразумения, но это наши границы, это наше суверенное государство, это, ну, это наша страна. Мы никуда не ходим и никому-никому ничего не предъявляем. Мы живем себе спокойно, никого не трогаем. Мы развиваемся, мы внутри можем сколько угодно ссориться, но мы никогда не будем друг друга убивать. И когда сегодня это происходит, то да, это сложно поверить. Но это война, которая идет на улицах мирных городов. Люди лишаются жилья. Ну, я еще раз хочу, я просто сбивчиво говорю, извините, пожалуйста, но просто те, что мы сегодня берем в плен, это люди, которые, как они утверждают, они не знали. И они все звонят домой и говорят, что нас обманули. И мама, звони, пожалуйста, командованию, звони куда угодно, говори, что здесь мы стреляем по мирным людям, что здесь нет никаких украфашистов, нацистов, что здесь на нас не бросаются с цветами и нас здесь не ждали. Мама, мы здесь не нужны. Эти люди звонят домой и дома у них точно так же шокированы. Они говорят, где ты? Ты в Украине? А что ты там делаешь? Ну, то есть, понимаете, это большой обман, большой тотальный обман, которому не нужно поддаваться. Я прошу вас, есть, вы же знаете, да, ну, есть гугл-переводчик. Введите просто украинское слово новыны. Введите новости на русском и попросите перевести его на украинский. А потом это слово вставьте в гугл. И увидите новыны, можете написать, новыны Украина. И вы увидите все, что происходит. Потому что не смотрите русские сайты. Русские сайты и телеканалы не освещают достоверно. Вам, ну, просто людям льют ложь. Мы это видим. Мы это видим. Сойдите на телеграм-каналы. Подпишитесь на каких-то украинских блогеров. На Машу Лефросинину, на кого угодно. Кого вы не знаете. На многих лигосмешников, на КВНщиков больше. Посмотрите просто, что происходит. Потому что, ну, это катастрофа. Ну, ее надо остановить. Еще пока не поздно ее остановить. Все в наших силах. Елена, не напоминает вам эта ситуация, вот ту ситуацию, которая происходила в середине 20 века, да? Когда Гитлер так же вот в 5 утра он напал, ну, на тот момент на Советский Союз, да? В том числе на Украину. И вот тогда мировые державы, они все время заигрывали с Гитлером, да? Пытались там использовать его друг против друга. И в конечном это привело к таким катастрофическим последствиям. Это сотни миллионов загубленных жизней. Это Холокост. Ну, и в конечном итоге все закончилось Нюрнбергским процессом. По-моему, аналогия один в один. Как вы считаете? Да, я только не хочу, чтобы это продолжалось 5 лет, но мне кажется, сегодня не те времена, что мир, правда, получился. У нас буквально за сутки создана IT-армия. Ну, ребята делают все, что могут. Каждый на своем месте делает все, что может. Кто-то кормит терроборону, кто-то успокаивает женщин, кто-то идет, ну, и помогает защищать землю. Ну, то есть работают, правда, работают все. И делятся всем такого слаженного сотрудничества между предпринимателями, бизнесменами, малым и средним бизнесом, простыми людьми. Я не видела. У нас магазины просто раздают еду. Предприниматели просто такси, просто подвозят. Это все бесплатно. Потому что все оказались в беде. И здесь уже, ну, не про деньги вопрос. И поверьте, после этого всего, когда это все закончится, Украина будет крепчайшей. Крепчайшей страной, мне хочется сказать, в мире. Потому что такого единения народного, такой поддержки власти и такой солидарности с властью и между людьми, вы знаете, ее не давалось достичь ни одному президенту. Я это тоже заметил. У меня очень много друзей в Украине. Причем они все разными взглядами, разными подходами. Были ребята, которые где-то раньше поддерживали Российскую Федерацию. Были ребята, которые были против настроения Российской Федерации. Но сейчас я смотрю, после начала вот этой войны, они просто все едины во мнении. Они все говорят, мы не простим Путину этого никогда. Мы не простим это Российской Федерации никогда. И они все говорят, мы будем до последней капли крови здесь стоять за нашу землю. Наверное, вот больше Путина никто не сыграл такую роль в единении, сплоченности украинского народа. Прервалась связь, не слышу вас. Да, я говорю о том, что сейчас, наверное, украинский народ един, как никогда. Он очень сплочен. Да. У нас все оппозиционные партии, ну, конечно, кроме АПЗЖ. Вот есть у нас такая партия, которая пророссийская. Но все, все, все в парламенте, все в Раде, все те, кто раньше могли там на каких-то дебатах политических друг на друга грязь лить. Сегодня это все просто одна армия. Никто уже ни о чем не вспоминает. Каждый делает то, что может. Вот каждый на своем месте. Елена, вот казахстанцы очень часто меня спрашивают, с чего вообще вот все это началось. Я не имею в виду там, мы все, да, помним там 2014 год, мы помним все эти действия России, связанные там с Крымом, с Донецком, с Луганском. Но вот именно сейчас, вот первый день войны, вот он с чего начался? Это, ну, вот, на мой взгляд, вроде бы не было никаких абсолютно причин, да, для такой неоправданной агрессии. Но все-таки хотелось бы вот от вас услышать. Это бы предшествовало что-то, или же вот просто они в один день взяли и просто напали на... Мы, наша страна давно держит курс на вступление в Евросоюз, и имея рядом такого неспокойного соседа, мы, конечно же, держали курсы в НАТО. Но неспокойный сосед решил, что наше вступление в НАТО очень сильно ему угрожает, хотя ему никто не угрожал. Никто, вот, ну, абсолютно. И вот после того, как очень долго шли, ну, какие-то споры относительно того, должна Украина вступать, не должна, нам указывали, что нам делать. А мы так не привыкли, мы свободная страна, мы сами знаем, как нам жить. И вот после того, как признали ДНР и ЛНР в России, признали их независимость, Путин в 4 утра объявил о начале военной операции на Донбассе. Но в 5 утра 24 февраля военная операция началась по всей Украине. Ну, то есть никто не ждал этого. Никто. Ни Киев, ни Одесса, ни Херсон, ни Харьков, ни Мариуполь, ни Мелитополь, никто. Ни Гастомель, ни Буча под Киевом. Никто этого не ждал. Вот, поэтому мы давно, скажем так, были на стороже, но мы, наверное, отказывались верить. Мы отказывались верить в то, что это возможно. Никто не ожидал, никто не ожидал. Мы здесь вот просто были уверены, что это просто игра, это просто игра мускулами, желание напугать власти Украины. Но в итоге... Ну, наверное, хорошо думали о нашем соседе. Да. Елена, как вы думаете, Россия является угрозой для Казахстана? Ребят, вот видите, я вас прошу, как говорится, не лезть в наши дела. Вот я точно так же буду сохранять какую-то дипломатичность и не буду ничего говорить, потому что скажу только одно, что ни одна, как мне кажется, ни одна страна в мире не может представлять угрозу для другой страны в мире сегодня. Потому что это как в семье. Можно ругаться, ссориться, можно крыть друг друга самыми страшными словами, но потом пойти мириться, знаете, и продолжать любить друг друга. Вот точно так же, поверьте, у меня это правда, у меня не укладывается в голове, потому что все чиновники, любая власть, это прежде всего, я хочу верить, люди. А у людей обычно есть дети, а у детей обычно есть семьи, родные, братья, сестры. Вся страна всегда сводится к одной семье. Это проекция. Как можно семье указывать, как ей жить? Ну, это всегда приводит, всегда. Поэтому, ребят, я не знаю, но мне кажется, это надо просто уже давно понять. Это, ну, знаете, это самооценка страны, самооценка нации, самооценка рода. И то, как вы сегодня ее выстраиваете, вот точно так же вы будете жить завтра. Если вы будете, ну, если мы будем позволять всем указывать, что нам делать и чего нам не делать, мы никогда не будем развиваться, мы никогда не будем идентичность свою понимать, понимаете? Мы никогда не будем страной, мы будем марионеткой, мы будем управляемыми, мы будем куклами, ну, понимаете? Поэтому я сегодня, я на самом деле, я очень неполитизирована в жизни, в мирной. То есть, ну, я стараюсь не участвовать во всех политических делах, которые не имеют отношения к моей жизни, например, и никак на нее не влияют. То есть, я очень обычно так дистанцирована, но я сегодня не могу. Я сегодня не могу, потому что это уже не политика, это уже война. Да, да. Как вы считаете, вот чем казахский народ может помочь народу Украины сейчас? Ну, мне кажется, нужно просто каждой матери посмотреть на своего сына, мужа, женщине посмотреть на того, кто рядом с ней, и кто защищает ее дом, ее квартиру, ее ребенка, до кого она может спрятаться, посмотреть на него и задать себе вопрос. Я хочу, чтобы этот человек убивал таких же, как мы. Я думаю, ну, я думаю, в 100% случаев, ну, ответ будет отрицательным. Потому что в данный момент на вашу страну никто не нападает. В данный момент Казахстану и каждой казахстанской семье ничего не угрожает от нас со стороны Украины. Поэтому просто вот на таком бытовом уровне посмотрите на пацанов, которых сегодня мы берем в плен, которые с перепуганными глазами сегодня сдаются сами, потому что они попали в дичайшие условия. Вот просто посмотрите на это все под другим, не как политики, а как люди, как жены, которые могут из-за какого-то сумасшедшего просто потерять семью. Поэтому сделайте все, что можете, все, что от вас зависит. Я не знаю, я очень желаю вам уважать своего президента так же, как мы будем уважать своего и уважаем уже сейчас. Это возможно только в том случае, если он не вовлечет вас в войну. Мы, казахи, очень миролюбивый народ. Мы никогда в истории старались ни на кого не нападать. Мы только защищали свои территории. И здесь, конечно, тоже вот я еще раз повторюсь, что народ Казахстана требует от властей, чтобы власти ни в коем случае не участвовали в этой авантюре со стороны Российской Федерации. И даже если один солдат сейчас с Казахстана поедет туда, то весь народ Казахстана просто встанет и просто свергнет власть. Это однозначно, потому что все казахи очень сильно поддерживают братский украинский народ. Вот можете быть в этом уверены. И не все может быть в наших руках, но мы стараемся максимально сейчас все сделать для того, чтобы наши власти занимали позицию не поддерживать Российскую Федерацию в этой войне. Вы просто помните, что это сумма ваших выборов. Да, и мы, конечно же, гордимся украинским народом. Мы гордимся нашими братьями, что вы оказываете такое сопротивление агрессору. Вы для нас очень большой пример. Мы прекрасно понимаем, что вслед за Украиной Россия может совершить такой же акт агрессии против нас. И видя, как сейчас Украина сопротивляется, видя, как, по сути, Путину дали такой серьезный щелчок по носу, казахи тоже начинают понимать, что не так страшен черт, как его молюют. И Россию вот там сильно бояться не нужно. В этом плане мы с вами. Елена, большое спасибо за то, что вы согласились с нами выйти в прямой эфир. Большое спасибо. Для нас это очень важно. И для казахстанского народа очень важно было услышать из первых уст от любимицы, от тех, кого они любят видеть на экране. Они услышали вот ту правду, которая происходит в Украине. Вам большое спасибо. До новых встреч. Я очень надеюсь, в ближайшее время... Я очень люблю город Киев. Я там часто бываю. Часто люблю там гулять по улицам. Люблю абсолютно вареники с вишней. Это просто что-то очень крутое. И я очень надеюсь, что скоро смогу приехать в Киев абсолютно мирный, под абсолютно мирным небом. И мы там сможем просто посидеть, выпить чашку чая и пообщаться. И забыть это все, вот то, что сейчас происходит, как страшный сон. Я надеюсь, что Украина выстоит и победит в этой войне. Так и будет. Спасибо большое. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.